Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 августа, день Исаакия. Преподобный Исаакий имел обитель близ Константинополя. Уже достигший глубокой старости, он почувствовал приближение смерти, созвал братью, преподал ей последнее наставление и поставил игуменом вместо себя преподобного Далмата, от имени которого и сама обитель получила последствия названия Далматская. Сам Далмат проводил жизнь полного воздержания. По стуме молитвы преподобный Далмат побеждал бесовскую силу. Православной церковью сегодня почитается и память Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Он жил в XI-XII веках, был рожден и воспитан в семье богатых православных римлян. Рано стал сиротой, большую часть наследства раздал нищим, а остальную выбросил в море. Сам принял монашеский постриг, около года прожил внутри скалы близ моря. Там он проводил время в размышлениях о боге и молитвах. Однажды Антоний, когда он стоял у подножия скалы, скала отломилась и они вместе упали в море. Но не утонули, а поплыли. Проплыли через Средиземное море, Атлантику, Ладожское озеро, Неву и Волхов. В результате Антоний оказался на территории Новгорода. Сначала он не понимал русского языка, но после совершенной молитвы смог понимать и говорить. Далее он купил землю на имущество, которое ранее выбросил в море. Это имущество выловили рыбаки в Новгороде. Около 16 лет управлял обителю Антоний, пока не скончался. Сегодняшний день в народе называют днем Исаакия Малинника и днем Антона Вихревея. Малинником потому, что в это время созревала малина. А Вихровеем были частые сильные ветры. Смелые люди даже отправлялись на перекрестки вихри сторожить. Называли этот день и Орешником, поскольку поспевали орехи. Приметы. Какого Исааки, таким будет и Николас Зимний, 19 декабря. Сильный и прохладный ветер сегодня будет суровая зима с высоким снежным покровом. Теплый ветер зимой, будет много снега без сильных морозов. Сегодня они убирали в доме или в амбарах, чтобы свое счастье и богатство не вымести. Сладенькое любишь? Я сладкоежка вообще. Без сладкого не могу. Ооо, ну это как раз тогда будет для тебя. Это блюдо как раз для Прохора. Итак, мы делаем следующее блюдо. Это убираем. И вот говоря о вегетарианстве, я как раз сейчас приготовлю блюдо, которое подходит для тех, кто ест кисломолочные продукты. В качестве основы мы возьмем вот как раз проросшую пшеницу. Я про нее только хорошее слышу, что она дает энергию, что она... Вот. Она дает энергию, потому что прорастает. Здесь есть жизнь. Если не было бы жизни, здесь ничего не прорастало. И наша задача эту жизнь встроить в свой организм. И нам в этом поможет вот этот вот блендерик. Так, это мы сюда кладем. Просто-напросто так. Значит, это периодически можно употреблять, да, вот чтобы чуть-чуть в свой организм? Это можно употреблять практически ежедневно в качестве завтрака, в качестве ужина. После того, когда пришел с концерта. С тренировки. Да, с тренировки хочется покушать. И чтобы не обременяла пища, как раз вот она будет делать то, что надо. Так, прорастая пшеничка есть у нас. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сюда берем творожка. Используем. Вот. Творожок. Опа! Столько. Так, теперь мы сюда, ты любишь сладенькое. Мы метка добавляем. Вот, меда добавили. Есть медочек. Так. Варенье. Можно варенье, но мед лучше. Мед лучше. И кисломолочный продукт. Просто квашу. Кефир ряженку. Кефир ряженку, да. Опа, давай. А живот потом не схватит после? Да, вот интересно. А с чего? Посмотрим. Посмотрим. И даже сюда можно добавить немножко и тыквы. Ну ладно, делать не будем. А можно тыквы все-таки добавить? Потому что я очень люблю тыкву. У меня бабушка вот в Волгограде все время ее готовила. Но я так не умею. Хорошо. Сейчас мы добавим тыкву туда-сюда. Тыкву добавляем так. Опа, отрезали ее. А у нас вот такие тыквы. Положили. Вот это самое лучшее, когда большие тыквы и сладкие они. Так. Так. А что вы можете сказать по поводу тех людей, которые ну вообще мясо не едят? Я просто о том, что клыки-то у нас есть, они, значит, присутствуют. Клыки есть. И оценивается не столько по клыкам, оно оценивается по устройству желудочно-кишечного тракта. И получается, что и у обезьян имеются клыки, но они в основном едят там фрукты, которые зерна собирают, травку. Ну, это следует иметь в виду. Вот. Поэтому не то. То есть отказываться от мяса навсегда, в принципе, может человек позволить себе? Или есть такие типы, которые просто нельзя им отказываться? Иначе... Отказаться от мяса любой человек, конечно, может, в зависимости от того, какую он преследует цель. Если он просто-напросто не хочет никого убивать, это уже из идейных соображений. Если он там на какой-то срок оставляет мясо, чтобы там очиститься, это другое. Вот я только очиститься, вот, меня интересует, если вот для здоровья именно человека. Во время поста, и как раз вот православные посты рекомендуют отказаться от животной пищи на какой-то срок для того, чтобы просто-напросто очиститься и облегчить свое состояние. Об этом мы еще с тобой как-нибудь поговорим. Вот, а сейчас готовим наше блюдо. Опа! Вот. Итак, наше блюдо готово. Ну-ка, давай-ка его попробуем. Что у нас получилось? Так. Кстати, тут тыква дала соответствующий цвет. Кстати, вот этот желтоватый цвет, знаешь, для чего полезен? Для чего? Он полезен для того, чтобы голос звучал лучше. Раз. И зубки отбеливались. Тыква, оказывается, отбеливает зубы. Пробуем, что у нас получилось. Я вот завтракаю, предположим, так. Потом не могу понять, все-таки мясо я могу есть, сколько хочу, меньше мне его, или как вот, по-моему? Мясо всегда будешь есть столько, сколько тебе надо. Вот почему? Потому что ты еще растешь, человек ты молодой, двигаешься. Но для того, чтобы оно полноценно усвоилось, раза в три, в четыре, добавляй туда еще зеленый. Спасибо вам огромное. Я очень рад, что сегодня побывал у вас. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Продолжение следует...